здравствуйте калашников против феста в эфире рубрика мир номер ноль позволил себе небольшое включение хотя сейчас особых новостей не вы не увидите но несколько любопытных моментов я покажу вот у нас здесь примерно 14 листов размером 280 на 207 вот это больше половины палеты палета 24 листа там то же самое то есть надо на двух парах козликов разместилась больше одной палеты чтобы понимали вес одной палеты 1900 килограмм то есть тысяч килограмм вот но вы не обольщайтесь если вы попробуете сделать какое-либо боковое усилие это все сложится сразу же вот пока вы никаких боковых усилий на козлике не даете вес идет только снизу вверх то вот вам медицинский факт вот это реально вот там 1000 кило и здесь 1000 кило потому что пошире полоски это метр двадцать на два восемьдесят по ушек полоски это 800 с копейками на 280 ну условно я еще раз говорю вот здесь 2000 кило примерно на двух парах то есть козлики в хозяйстве вещь незаменимая куда бы еще это все поскидывал тем более я это все в одиночку вот и привожу из бусика и в одиночку переваживаю тут помощников нет то есть были люди они занимались своим все это я сам делал дальше по полу всякие замечания были давайте залить еще что-то ребята в наших конкретных условиях единственное что я мог сделать это из чернухи и обрезков невостребованных плит я просто настилю поверх бетона и на том закончим сразу же будут реплики что можно поскользнуться но я думаю очень быстро там это все затрется ногами ничего там не поскользнемся это надо только мокрые подошвы иметь а так более-менее в принципе по крайней мере из того что есть в боевых условиях это единственное решение которое вот действует сегодня на сегодня это вы видите если не полдня в пятнашки играл потому что вот это все говно еще не вывезено это не наши и должно уйти в небытие пока я тут от одно передвину второе хорошо что мне тут конечно на колесах все и на колесах теперь прекрасно по плитам ездит по бетону там постоянно то в яму попадет то еще что то но это мы зашвем квадратиками ну в принципе колеса себя оправдывает как вы видите вон на стене уже раздатка пошла электрики то есть тут электрики свое делали насчет блюмов нашел я решение все пять блюмов будут в одну линию здесь стать капекса здесь не будет 5 блюмов будет я расскажу ларчик просто открывался и хоть я и тормозил жестоко но в принципе оказался не такой тупой как могло показаться то есть будет 5 блюмов вот здесь будет комбайн молотить ну и как я уже как я уже понял жизни что для того чтобы что-то получить надо предложить пока ты что-то не предложишь не пойдешь на риск не закупишься не запустишь ничего у тебя не будет поэтому это это не только для того чтобы обслуживать наши ателье но и попробовать то что я давно уже вынашиваю года четыре и не было возможности воплотить вот сейчас будет попытка потом я они со временем через полгода года читаясь это было оправданно или нет в любом случае в нашем технологическом процессе это будет немаловажно почему потому что я не буду привязан к высококвалифицированным рабочему человеку то есть это легче найти сегодня на сегодня человек подошел кнопочку нажал и все мне не надо даже ему ничего рассказывать зачем он это делает ну условно говоря это один из плюсов когда у тебя есть настройка от один станок одна операция вообще для зарабатывания денег только так надо один станок одна операция а все что на выезде мы конечно пары тулом молотим потому что у нас очень много таких моментов когда мы не доходят не до сверления не до чего мы просто только поклеили кромку на плиты быстро пошинковали вечером а на утро закидали машину и ехали почему потому что клиенту надо делать перед другим клиентом синема все делают синема там самый главный клиент заказчики пишут и надо прийти и показать работу вот это что касаемо то есть по блюмам я отдельно когда уже это все запитаю я все покажу кстати сказать еще вылетела два человека откликнулась роман опилки порода цвет этих ценных опилок и алексей порхала из кроматорска оба показали одно и то же решение для отвода опилок обоим ребята благодарен покажу как я переосмыслил ваше решение ну то что вы показали да и если кто у романа не подсмотрел еще а у него есть отдельный ролик вот но я на ролик сделаю ссылку под этим видео то потом я покажу свой вариант практически то же самое только вот это вот такие дела значит здесь мы планировали сделать пока мы накидали тоже плит порезанных но на самом деле здесь на этой стене должна быть ферма и на этой ферме планируется вот так вот обрезки слаживать по размерам то есть мы это сейчас все на полосы и у нас эта технология давно отработана то есть по размерам полосы какой-то срочный заказ у нас есть несколько цветов корпусов которые мы постоянно используем но чаще других когда конечно и как что-то нештатное то мы естественно естественно мы уже тогда нарезаем отдельно но остатки все равно будем слаживать в полосы и так это доступно по размерам во первых во вторых готова во вторых сегодня на завтра можно отреагировать что в париже практически никто не делает кроме нас поэтому это наше конкурентное преимущество вот здесь у нас две палеты так и поместятся мы отсюда бочку эту убрали просто на улицу в надежде на то что цыганы своруют вот то есть здесь две палеты вот там здесь как бы тоже мы часть плиты уложили но на самом деле это место для палеты одна палета здесь и одна палета вдоль этой стены видите тут его уже зашили вот и получается у нас штат на 4 палеты должны быть и куча полос еще то есть вот там будет всякая мебель мной накопленная лежать это отдельная так сказать тема больше я вам ничего нового сказать не могу это так сказать в общем и целом то что сегодня у нас еще четыре дня мясорубки не уверен что мы успеем все но что-то успеем потом буду походу еще весь апрель месяц до снимать до показывать кому интересно может будет какие советы всегда рад не всего видеть невозможно вот спасибо за внимание надеюсь вам было интересно